Всем привет! На этом уроке я вам расскажу про графану. Какую роль графана имеет вообще к Prometheus. И мы установим графана сервер отдельно. Два раза. Один раз вручную, второй раз через скрипт. Настроим графану слушать Prometheus и сделаем дэшборды для Linux серверов и для Windows серверов. Инфраструктура Prometheus, вот так для напоминания, у нас есть в общем Prometheus сервер, который слушает и читает экспортеры. У нас, допустим, на Linux экспортеры, на Windows экспортеры. И можно, в принципе, запускать разные квери и смотреть метрики. Но это очень неудобно. Для этого есть визуализация и для этого есть графана. Сервер графана устанавливаем, коннектим к Prometheus и делаем красивые дэшборды. Вот какая роль графаны в Prometheus. Визуализация всех метрик, которые экспортируются. Устанавливать графану мы будем на Ubuntu сервера. У меня два сервера Ubuntu. Ubuntu 22.04 и 24.04. Вот важные сайты, откуда мы будем скачивать. Отсюда мы скачиваем графану. А здесь инсталиционные инструкции, как, что там устанавливать. Важные директории в графане, когда мы ее уже установим, это конфигурационные файлы ложатся в директорию etc.graphana. Здесь вот самый главный файл графана init. Настройки графаны. LDAP это настройки, если вам нужно подключить Active Directory, чтобы плагиниться в саму графану. А provisioning это всякие настройки при загрузке, чтобы происходили. Как вы видите, sample, sample, sample. Здесь, допустим, Prometheus YAML. То есть я в datasource сделаю свой YAML файл. И здесь у меня будет datasource Prometheus. Там очень простой YAML файл. Реально буквально пять строчек. И все. Он автоматически будет приконнектироваться к нашему Prometheus серверу. Вторая директория важная. Это куда инсталируется графана, когда мы ее устанавливаем. Она устанавливается в юзер share графана директории. Там целая гора файлов. Самое важное, наверное, это bin. Директория бинарных файлов, где лежат графана CLI и графана сервер. И когда мы установим, где графана, как она работает, она работает на сервере, куда мы ее установили. На порте 3000. По умолчанию порт 3000. И юзернейм и пароль по умолчанию это просто админ, админ. То есть проще не бывает. Ну, как только вы введете админ, админ, он сразу же вам предложит поменять пароль. Конечно же, на что-нибудь более сложное. Ладно, поехали. Покажу, как все это делается вручную и скриптом. Итак, я приготовил два Ubuntu сервера. Ubuntu 24.04. Новый, недавно только вышел. Пустой сервер, ничего на них не установлено. И у меня также есть Ubuntu 22.04. То есть мы на одном сервере установим все вручную, то есть запуская команда. А на втором мы сделаем просто скрипт, запустим, он все нам настроит и все сделает. Чудненько. Поехали на сайт графана. Google Grafana. Grafana.com. Есть Grafana Enterprise, есть Grafana Open Source, бесплатная. Нам, конечно же, Open Source, все бесплатное. Open Source, Grafana. И вот тут есть Download. Есть версия Enterprise, Open Source. Мы, конечно же, Open Source выбираем. И вот выбирайте какую версию. Вот уже 11 в превью. Можно ее даже установить. Да, можно ее установить. И вот, в принципе, три команды. Но перед тем, как мы их запускаем, нужно еще кое-что запустить, потому что это не сработает так хорошо. Поэтому нужно пойти в Docs. Grafana. Давайте открою отдельные странички. Grafana Installation on Linux. Можете не на Linux, где вы хотите. Я делаю все на Linux и у меня все Ubuntu. И вот здесь бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Короче, копируем командочки вот эти. И запускаем. Я скопировал первую. Идем сюда. Запускаем. Готово. Дальше копируем вторую команду. Идем сюда. Запускаем. Готово. И так продолжаем. Третью. Вот. Это для стабильных релизов. Это для бета. Бета нам не нужны. У нас все только стабильное будет. Поэтому следующий можно будет не запускать. А эту, конечно же, запускаем. Вот. Видите? Это for beta releases. Можно ее пропустить. И, в принципе, теперь нужно взять вот это. И после этого установить Grafana. Ну, мы чуть-чуть по-другому установим ее. В общем, мы этот апдейт, конечно же, делаем. Update List of Available Packages. Готово. В принципе, вот это нам уже можно закрывать. Я не буду устанавливать это Дело так. Установлю это по-другому. То есть, это я закрываю. Установлю это дело вот отсюда. Просто, в принципе, беру вот эти три команды. Делаю копии. Версия 11. Open Source. На Linux. У меня Ubuntu. И просто запускаю их. Вот они три команды. Enter. Все. Он установил. Все готово. Но он не запустил этот Grafana. Вот он тут пишет. Если хотите, чтобы Grafana запускалась при рестартах, нужно запустить вот эти две команды. Кстати, да, сразу давайте их сделаем. При рестарте компьютера Grafana автоматически загрузится. Мы делаем вот это и вот это. Молодцы. И вот, чтобы запустить вообще Grafana прямо сейчас, потому что если я сейчас сделаю вот так вот статус, в общем, можно сделать просто старт. Старт. Кстати, вот это тоже все не надо. Просто так. Систем сетел. Старт. Графана сервер. Все. Запустил. Статус проверим. Видите? Все. Статус. Все. С Grafana заработало. Все работает. Графана уже работает. И у меня вот этот Ubuntu 24.04. Вот это его private IP-адрес. У меня, конечно же, есть его public IP-адрес, на который можно залогиниться. Так. Сидим сюда. Откроем. Вот его public IP-адрес. И Grafana по умолчанию работает на порте 3000. И вот она моя Grafana. По умолчанию юзернейм и пароль. Это админ-админ. Пишем админ. Админ. Нажимаем логин. Не надо. Он сразу предлагает поменять пароль. Можно пароль другой ввести. Ну, я сделаю скип. Все. Grafana заработала. Вот так выглядит Grafana. Ну, Grafana это, конечно, хорошо. Но так как она сейчас ничего не знает о нашем Prometheus. Она просто вообще ничего не знает. Это просто графический юзер-интерфейс, который сейчас ничего не знает, откуда вообще на каких данных ему строить вообще хоть какие-то графики. И вообще так, что здесь есть? Start. Ничего. Крученькие дэшборты у меня еще не стало. То есть, favorites типа такое. Дэшбордс, видите, тоже ничего нету. Explore. Explore. Это вот здесь графики вы можете смотреть. В общем, если у меня будет какая-то данная, то может будет что-то строить. Сейчас он просто показывает данные самой Grafana. Сейчас мы подключим сюда данные нашего Prometheus. У него получится очень-очень много-много данных. И alerting. Это можно настраивать алерты, понятное дело. Connections. Это подключать источники данных. Вот так мы и подключим как раз источники данных. Источники данных называется Data Source. Вот Data Source, который можно подключить. Легко-прелегко. Видите, огромное-огромное-огромное количество. Просто реально куча всего. Можно подключить. И очень просто это все делается. Но мы будем подключать Prometheus. Prometheus. Вот здесь может подключить Alert Manager Prometheus. Сам Prometheus. И Prometheus Alert Manager Data Source. Ну и будем подключать вот этот. Также, смотрите, ведь я сейчас Add New Connection Data Source. Это, в принципе, то же самое. Add Data Source. То есть, только чуть-чуть по-другому сейчас расписано. Прometheus. Вот видите, такой. Чудненько. И Administration. Это Administration. То есть, конфигурировать сам Grafana Server. То есть, всякие там настройки менять можно. Settings и всякое такое. Также можно менеджить юзеров. Создавать юзеров новых. И сервис-аккаунт. В общем, здесь можно подключить, конечно же, Active Directory сюда, чтобы не менеджить юзеров локально на самом Grafana. А юзеры логинируются, используя их Credentials Active Directory. И также можно инсталлировать разные плагины. Вот здесь. Плагинс. Отсюда можно инсталлировать разные-разные плагинс. Как видите, их тоже огромное-огромное-огромное-огромное количество. Расширяющие способности Grafana. Ну, мы этим заниматься не будем. Ну, и будем заниматься дэшбортами. То есть, показать, что они будут. Смотрите. То есть, у меня вот сейчас красивый такой Grafana. И в нем ни черта нет. Как подключить Data Source? Очень просто. Data Source. Data Source. Выбираем Prometheus. URL Prometheus. Наш Prometheus. Вот он здесь. Это его Public URL. То есть, я, в принципе, могу, да, вот это просто взять и сюда вставить. Но, как делать правильно? Если у вас Prometheus и Grafana в одной сети, локальной, то, конечно же, используйте Private адреса, а не Public адреса. HTTP. У меня есть Private адрес. Вот он уже освечивается. Потому что я тут всякая пробовала. В общем, да. Это мой Private адрес вот этого Prometheus сервера. Аутентикейшн какой-то есть. Нет. Только вот его URL. И он публичный. Можно... Бла-бла-бла-бла. То есть, ничего здесь я не делаю. Ничего не меняю. Просто Save and Test. И он тут же пытается подключиться им. И пишет successfully queried the Prometheus API. Все у него получилось. Все. У него четко все получилось. Нажмем сюда. Видите, все подключено. Чудное. Можно начинать делать explore данных. Вот, видите, появился здесь Prometheus. И, в общем, выбираем метрику. Допустим, там CPU, да, какое-то. Вот, видите. Все. Начал уже читать данные из Prometheus. И Total Seconds. Я знаю. Давайте там Run Query. И, короче, вот он, видите, выдает здесь всякие-всякие данные. В общем, короче, строить я дэшборды и графики. Вот этим, каким делом, конечно. Видите, Add to Dashboard я не буду. Есть готовые дэшборды для вас. Ничего не нужно делать и строить. Для огромного количества экспортеров есть уже готовые дэшборды. Очень-очень красивые. То есть, вам не нужно самому вручную строить дэшборд. Чтобы подключить сюда готовые дэшборд, делается это супер просто. Нажимаем Create Dashboard. Мы не собираемся Add Visualization. Мы просто Import Dashboard готовый. Import Dashboard. И вот, видите, Find an Import Dashboard for Common Application at Grafano Dashboard. Пошли как Grafano Dashboard. Тут все для нас уже есть. Так, что, какую дэшборд мы хотим? Мы хотим Node Exporter. Ну, вот видите, вот он прям сразу здесь. Потому что он супер популярный. Его там 37 миллионов раз уже скачали. Ну вот, Node Exporter мне нужен. Вот, видите, тут разные есть версии. Короче, вот этот самый популярный. Нажимаем на него. Он такой очень красивый. Прям мега красивый. Как его заимпортить? Очень просто. Во-первых, можно Download JSON File. JSON. Вам это может пригодиться, если вы хотите импортировать дэшборды автоматически. Ну, мне, я сейчас делаю все вручную, поэтому мне нужен просто вот этот его ID. Копируем этот номер. Ну, или Copy ID. Или вот это скопируйте. В общем, не важно. Идемте сюда. Вставляем этот номерок просто сюда. Делаем Load. Вот так он называется. Можно здесь назвать свое имя. Node Exporter. Давайте. Imported. Node Exporter. В дэшборд закинуть. И Data Source вот этот использовать. Все. Импорт нажимаем. Та-дам. Видали, как круто. Смотрите, просто красота. Он прочитал все мои Linux сервера. Вот они Ubuntu. Job Ubuntu Server. У меня там два сервера. И вот они. Один. Можно перейти на вот это. Другие немножко данные. Здесь куча всего. Смотрите, сколько здесь всего. Просто огромное количество данных. То есть он все. Он из всех метрик там выгребает и строит красивый график. То есть кто-то за вас уже постарался. Сделал огромную, 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 огромную работу. В общем, короче, здесь столько всего. Все, все, в принципе. Прочиски все, в принципе, метрики, которые там есть. Они здесь в визуальном таком этом, короче, варианте. Очень все красиво. Все, готово. Вот видите, дэшборд. Просто нажимаете на него и все открылось. И вот они хосты. То есть если добавить и хосты, все будет добавлено. В общем, круто. Круто-прикруто. Что я вам скажу. Можно сделать здесь какие-то изменения и нажать вот Save Dashboard. Вот настройки этого дэшборда всякие. Там, если хотите что-то поменять. Notation, Links, Variables, Promotion, JSON-Variant. Вот он, JSON-Variant. Кстати, опять же здесь есть. В общем, круто-прикруто. Что я вам скажу. У меня же есть еще Windows сервера. И на них стоит Windows Exporter. Есть ли дэшборд для Windows Exporter? Конечно же есть. Идемте сюда. Вот они эти все дэшборды. Давайте поищем Windows Exporter. Windows Exporter. И здесь вот видите, есть разные-разные-разные. Это китайский, кстати, экспортер. В общем, какой я вам порекомендую. Попробуйте, какой вам понравится. Вот это, кстати, почему-то не все показывает. Вот можно попроверить. Смотрите. Возьмем его ID. Называется Windows Exporter Dashboard. Идемте сюда. Импорт. Номер сюда вставляем. И load. Та-дин. И подключиться к этому прометиву сервера. Импорт. Вот видите, здесь NNNN. Что-то не все работает, короче. Очень какой-то такой плохой какой-то. Вот это некрасиво. Почему здесь не работает что-то? Раз что-то не работает, значит плохо. Поэтому берем его и удаляем к черту. Нужно писать delete. Все. И давайте импортируем другой. Другой. Я вам сейчас скажу, какой называется он. Windows Exporter Node. Вот это чуть-чуть получше. Вот этот ID. 14.510 просто скопировали. Идем сюда. Опять же, импорт. Опять же, видите, класс. Ничего не надо строить. Все уже сделано за вас. Коннектим с этим прометиву. С импорт. И вот здесь, видите, так красиво все. Вот он увидел, что Windows Exporter у меня job есть такой. Вот они мои сервера. Все здесь появились. Hostname. Ну, понятно. Этот Windows. Такой же hostname. Их не IP-адреса. В общем, вот они какие Windows серверы. Здесь даже идет Operation System какой. Видите, классно как. Чудненько, Current Users. Чудно-причудно. И куча, опять же, информации. Просто-просто огромное количество всего. Как видите, в общем, ну, очень много информации. Круто. Все, за вас уже все сделано. То есть, класс. И можно сей взять. Что-то изменял в людей. Ничего не менял. Поэтому Discard сделаем. Мы ничего не меняли. В общем, вот они мои. И те, это тоже, кстати, импорт от. В общем, можно вот написать. Ну, ладно. В общем, вот так вот делается. Отсюда берутся дэшборты. Все на официальном сайте Grafana. Это можно закрыть. Вот так это делается все вручную. Давайте покажу вам важные директории, про которые я говорил. Идем вот сюда. ETC Grafana. Вот. Видите, здесь настройки. Всякие. LDAP. Это, если вы хотите настроить Active Directory. А Provision. Давайте посмотрим, что Provisioning. Вот. Видите, всякие вещи, которые при загрузке Grafana запускаются. То есть, сюда, в эти директории, вы можете положить файлики конфигурационные. Которые понимает Grafana. Это YAML файлы. И ваши настройки будут загружены при запуске. Допустим, что мы сделаем с вами. Это Data Source. Видите, здесь Sample есть. Sample. Sudocat. Sample. Здесь, как бы, пример, как это настраивать. В общем, слишком много всего написано, потому что разные могут быть Data Source. Я вам покажу, как настроить Data Source Prometheus. Это супер просто делается. Прямо вот мега просто. Мы это сделаем. Все в скрипте. Для дэшбордов. Давайте покажу вам дэшборд. Вот тут тоже YAML есть. Sudocat. Sample. Здесь, в конфигурации, вы указываете, какой JSON файл, в какой директории прочитать. Поэтому я вам говорил, обратите внимание на JSON на сайте дэшбордов. JSON файлы вам эти нужны будут. Поскачивать их и закидывать их на Grafana сервер, чтобы он их делал load этим дэшбордом. Ладненько. Давайте перейдем на Ubuntu 22.04. И у меня есть скрипт, который установит Grafana и создаст Data Source конфигурационный файл, в котором будет прописан мой Prometheus. Поехали сюда. Это новый сервер Ubuntu 22.04. Давайте создадим здесь файлик. NaNo install Grafana.sh bin bash. И вот он мой скрипт. Grafana version. Указываем какую версию. Prometheus URL. Здесь будет мой Prometheus URL. И поехали команды. Up install. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Здесь я добавляю user share Grafana bin в директорию, где установлена сама Grafana в путь, чтобы просто команды Grafana запускались с любой директории. И создаю маленький файлик в директории ETC Grafana provisioning datasources prometheus.yaml. И он супер простой. API version 1, datasources, Prometheus, тип Prometheus. И вставить сюда вот этот Prometheus URL. И все. Ну и reload, enable, start, and status. Все. Такой супер-супер простой, но очень хорошо рабочий. Так. Давайте сделаем chmod plus x на install. И делаем sudo su. Я под sudo запущу это дело. Вот он мой этот файл. Ну все, можно запускать. Он встал. Grafana. Grafana? Ну пофиг. У меня это private IP. И у меня также есть public IP этого сервера. Вот я даже сейчас расскажу вам. Сейчас покажу. Это я могу закрыть. Вот. Это public IP этого сервера. 3000. И сейчас не отвечает, потому что там ничего, конечно же, не слушает на этом порту. Поэтому давайте просто все. Видите, enable to connect, потому что сервера там нет. Запускаем этот скрипт. Он должен будет все-все-все сделать. И сразу же приконнектиться к Prometheus. Поехали. Ну и все. Как вы видите, сервис running. Все работает. И если мы сейчас перейдем в ETC Grafana, в Provisioning, в Data Sources. Вот он создался, видите, файл Prometheus. И вот видите, вот суперпростой файл. API Version 1, Data Sources, blah, blah, blah. Все. Можно несколько сюда приконнеки Data Sources, конечно же, но здесь видите. Все, автоматически создался файлик. И он автоматически запустился. Автоматически залодился. Все. Сейчас рефреш, и здесь все работает. Смотрите. Вот просто так. Enter. И вот моя графана. Admin, Admin. Now. Reset Pass of Data не буду делать, короче. И если я пойду в Connections, в Data Sources, видите, Prometheus уже приконнектен. Все уже готово. Ну и можно начинать, как говорится, Build Dashboard, но, конечно, я этого делать не хочу. Мне нужно просто импортировать дэшборд. Опять же, просто имея номер дэшборда. Right-click, сюда. Очень все просто. Как я вам показал. Но опять же, скачиваете эти JSON файлики. Вот он. И через конфигурацию их тоже можно залоудить автоматически. Та-дам. Все готово. И давайте перейдем в наши суды. Если я напишу, смотрите, сейчас. Grafana. Минус-минус version. Он, кажется, не найдено ничего. Ой, Grafana написал. Блин, а что ж такое? Grafana version не найдено. Если я просто переконнектусь сюда, просто еще раз переконнектусь. Или shell поменяю, да? Ну, просто ладно, давайте переконнектусь. 22.04. Вот я законнектился. Побольше сделаю. И теперь напишу Grafana version. Он найдет. Видите, Grafana version 2, 10, 4. Ну, ту, которую мы установили. Да, и все это установлено в user. Share. Grafana. Вот сюда установилось все. Здесь, как бы, самое важное, это BIN. Вот, бинарный файл. Grafana. Grafana CLI есть. И Grafana Server. В общем-то, и все. Вот так вот устанавливается Grafana. Коннектируется к Data Source. И импортятся дешборды. Надеюсь, было интересно и полезно. До встречи на следующих уроках. Всем пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok